В 15 на 17 киевские власти и ополченцы провели очередной обмен пленными. Потасовки и драки новыми беспорядками отметили Афины годовщину восстания против черных полковников. Не больше пяти пачек гречки в одни руки. Ждать ли дефицита об этом в деловых новостях. И свежий штрих в Пушкинском музее открылась выставка французского рисунка. Украина и Донецкая народная республика обменялись пленными. Процедуру провели по необычной схеме. Киев отпустил 15 ополченцев, в ответ получил 17 военнослужащих. Среди них, как сообщил в своем твиттере президент Петр Порошенко, есть бойцы и регулярной армии, и национальной гвардии. У одного из солдат были проблемы с сердцем, он проходил лечение в госпитале Донецка. В штабе сил самообороны заявляют, что готовятся к следующему раунду обмена пленными. Тем временем ситуация в городе по-прежнему напряженная. В Киевском районе в результате обстрела разрушены несколько жилых домов. По данным ополчения погибли двое мирных жителей. Крайне тяжелой остается гуманитарная обстановка. Десятки населенных пунктов обесточены. В городе Дебальцево заканчиваются запасы угля. Жители Донецка сейчас остро нуждаются в защите любого рода, в том числе социальной. Киевские власти отказались выполнять свои обязательства перед регионом. Не выплачивают пособия и пенсии. Руководство самопровозглашенной республики пытается решить проблему собственными силами. Начали выдавать деньги, пусть и небольшие, тем, кому они сейчас больше всего необходимы. Матерям-одиночкам, многодетным семьям, сиротам. Михаил Антропов о том, как обеспечивается соцзащита. Звуки далекой канонады, опасность обстрела, но за детским пособием в очередь выстраивается больше сотни человек. Деваться просто некуда. Для многих выплаты, которые организовало правительство республики, едва ли не единственный источник денег. У Любови Коваленко двое ребятишек. Младшего оставить было не с кем. Он терпеливо дожидается, пока мама заполнит заявление на получение пособия. Формальности занимают несколько минут. 500 гривен – небольшая сумма, но это лучше, чем ничего. Жить сейчас не за что. Украина отказалась платить. Это единственная возможность хотя бы сейчас какие-то деньги получить, чтобы прокормить детей. На помощь республике теперь могут рассчитывать одинокие матери, сироты, а также те, у кого дети до трех лет и многодетные семьи. Последние на каждого ребенка получат по 250 гривен. Это будет проводиться регулярно, систематически. Но в таких небольших размерах до той поры, пока наш бюджет не будет наполнен настолько, чтобы мы смогли довести ее до того уровня, который существовал до начала военных действий. Социальной защитой людей властям республики приходится решать на фоне все более ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе. В этом районе Донецка, он расположен на окраине, почти не встретишь людей, руки выстрелов и грохота орудий хорошо слышны здесь весь день. Во многих домах по-прежнему нет воды, электричества и газа. В многоквартирном доме на проспекте Колхозном почти не осталось жильцов. Надежда Василенко еще летом вынуждена была переселиться ближе к центру города. Район регулярно попадает под обстрел. Находиться здесь небезопасно. Возможности жить в собственном доме женщина лишь одновременно с пенсией. Никто ничего не выплачивает нам. Вот я, например, пенсионерка, я получала только за август месяц. За сентябрь, за октябрь нам ничего не выплачивала. Пытались поехать в другой город перевезти, там сейчас говорят не принимают, нужна прописка. Еще один житель этого почти безлюдного района, Сандр, положенного ему пособия по инвалидности, он не получает почти полгода. Вернуть себе источник дохода пока можно, лишь переехав на Украину, которая сняла с себя ответственность за тех, кто решил остаться на Донбассе. Мне текать некуда, я здесь живу. Я живу как раз поблизости, возле аэропорта. Вот как раз где боевые действия идут. Не знаю, как-то выживает. Ну, консервация есть. Ну, пока вот сейчас вот вроде бы как помощь дают гуманитарную. Ну, там макароны, рис, так всего по чуть-чуть в общем. Субтитры сделал DimaTorzok.